Ну что, друзья мои, всем привет! Наступил тот знаменательный день, когда мы его ждали целый-целый год. Мы направляемся на рыбалку в Астраханскую область, на базу рыболовный успех. В прошлом году мы уже были там, но в этом году, как говорится, святое дело побывать еще раз. Сейчас мы прибыли в город-герой Волгоград, проехали мы тысячу километров, и завтра уже будем, как говорится, оставшийся путь доедем. Ну а сегодня остановимся здесь, гостиница, как обычно, тоже здесь уже остановилась гостиница Волгоград. На площади, так что сейчас пойдем оформляться, оформляться, и дальше там, я не знаю, банкетик будет или еще что-то. Так что, вот сейчас вам познакомлю, вся бригада идет, счастливая, все трезвые, как огурчик, смотрите, по красоте, видите, все в сборе, все, я за ними. Оставайтесь с нами, смотрите, не переключайтесь. Ну, интерьер гостиницы вам тоже знаком до боли, потому что, еще раз говорю, мы здесь останавливались в прошлом году, столовая, зал. Ну, то есть, ничего не поменялось, но одна из лучших гостиниц, так что, алло, белло, мы на рыбалочку. Все, сейчас пойдем еще расселимся, покажем вам номер. Ну, не цирковой, а просто номер, где остановились. Ну, что, вообще шикарно, двухместный номер, я, правда, живу один, ребятки, здесь и мебель достойная, здесь вообще шикарно. Просто вам показываю, все чистенько, аккуратненько. У шкафчик есть. Ну, здесь тоже все понятно, потому что, слушайте, ну, все по высшему уровню, все по высшему уровню. Сейчас маленько здесь переоденемся и спускаться вниз, а дальше уже какое-то будет мероприятие, оставайтесь с нами. Ребятки, ну, святые люди, вот, честное слово, дай бог им здоровья. Ах, она, это она, да, Вер? Это с бочки, которая или нет, или другая? Ну, с бочки, которая. Ну, ах, ну, давайте. Как говорится, ну, за рыбалку. Вот, друзья мои, туристическая группа из Москвы гуляет по вечернему Волгограду. Впереди идет старшая группа, ну, и за ним, как обычно, вся свита. Здесь не столько хотим посмотреть достопримечательности, только жрать охота. Так что сейчас пойдем в какую-нибудь забегаловку, покушаем, а потом уже... А потом бухать, а кто-то за рулем, представляете? Не повезло. Ну, справимся с этой задачей. Да, конечно, ребятки, красота и фонтан. Подсвечиваются колонны, красиво как. Вспоминаем, как детс гуляли в прошлый раз. Единственное, что было маленько потеплее. Слушайте, ну, давненько такого нигде не встречали. Стаканчиков только нету, живут же люди. Мы, как обычно, направляемся в свой любимый ресторан, который называется «Онегин». Мы там тоже были в прошлый раз. Все понравилось, так что сегодня пойдем во второй раз. Борща. Ой, вкуснятина какая. Прямо в булочке. В булочке, в хлебочке. Вкуснятина. В первый раз есть булочка. За сегодня только съели булочку и сосиску. И больше ничего вообще, крупинки не было. Поэтому сейчас, ой, каре-барашка. Кто заказывал каре-барашка? Ты каре-барашка? Ой, вкуснятина какая. Могу забирать? Да, да, давайте. Я понимаю, что все голодные. Дядя Дима, скажи тост. Как ты умеешь красиво? За вкус. Ну, сегодня, с вами говорят, приятного аппетита. Что тебе жалко? За рыбалку еще надоед. Сейчас давай вот за приезд. Ну, если хочешь сказать, чтобы сказал за тебя, за тебя, Владимир. Все, вот вы по красоте, по красоте. Вот это, я понимаю, человечище. Что, друзья, всем утро доброе. Блин, шикарно так выспались. Еще обалденная гостиница. Ребятки, вид какой шикарный. Вообще, с окна смотрите. И церковь, и вокзал, и театр. Ну, не суть. Что нам дальше? Сегодня нам останется преодолеть оставшиеся там 500 километров, чтобы уже приехать на базу. И там уже будем располагаться. Ну, там по пути, может быть, заедем. Там что-то надо подкупить будет, наверное, там навешивать, чтобы, может, штуки пожарить. А так, что? Так, все, сейчас рыло продрали. Пойдемте позавтракаем, позавтракаем. И, ну, будем собираться уже. Поедем, время уже сейчас 9 час. Так что надо, ну, писать еще 500 километров, это 5 часов еще езды. Так что, все, пойдемте завтракать. Ну, а вы оставайтесь с нами, смотрите, не переключайтесь. Ну, вот что, вот он ресторанчик, столовая. Я уже как-то вам показывал, но здесь культурный тур, шведский стол, приятный персонал. Здравствуйте. 511. Так, ну, у нас завтрак не оплачен. Короче, завтрак стоит 600 рублей. По карте будет? Да, по карте. Сейчас, короче, ну, вообще я покажу, что здесь есть, короче. Это все соки, воды, как положено, чай, кофе, яички там, грибочки, сосисочки, бекончики. Короче, все очень вкусно. Даже арбузик есть, астраханский. Сейчас, короче, завтрак все сделаем. Ребятки, ну, на самом деле, завтрак стандартный, яичницы, бекон, сосиски, кофе, видите, как это называется, как это называется, забыл, блядь. Тостеры. Тостеры. И кофе, все. Сейчас подхарчуемся, подхарчуемся, уже весь коллектив практически поел. У нас только дядя Дима спит дольше всех. И все, и будем одеваться, обуваться, и нам еще предстоит 500 с лишним километров уже до места нашего назначения. Привет, это Люха. Отелью, привет. А, это Люха, привет. Ребятки, ну, кто не знает, какой это, это олимпийский чемпион по фехтованию. Друзья мои, я вас чуть попозже познакомлю с Сашей. Саша это, короче, супер-мега-рыбак, который есть только в России. Потому что... Где еще второй? Ой, мега-рыбак. Он, смотри, сосанчик. Такие слова гадостные говорит. Не, ну это сосанчик. А, сосанчик? Сосанчик. Так что, про рыбалку он еще расскажет. Маленько этого сала синего рыбанет. Вот что, что рассказывает, он умеет. Ловить-то в ляду, я только рассказывал. Так что, ждите, ждите. Все, скоро у меня на канале. Все, ребятки, поехали мы на рынок. Сейчас что-нибудь купим. У нас сегодня водила, блядь, вчера обухал. Сегодня кое-как за руль посадили водителя. Да ладно. Не пил? Вообще, закапли. Спасся. Так, ну что, еще одна из достопримечательностей Волгограда. Это центральный рынок. Пойдемте. Все, масочки одеваем, проходим. Температуру. Вот этого хорошо, посмотрите. Кашел с утра. Нормально. Все, это он по возрасту. Ой, и мне дал маску. Давай мне одну. Теперь у меня тоже в Москве. Здесь наверняка мероприятия какие-то проходят, да, сцена. Все, прикольный рынок. Здравствуйте. Московская проверочка, как у вас здесь все проходит. Сейчас посмотрим. Белорусские здесь деликатесы. Курочки, уточки. Что вы хотели? Это плохая примета, ехать на рыбалку, рыбу покупать. Да вы что, а вы что на рыбалку едете? Нет, мы и проверка, и на рыбалку. А, понятно. Так что... Хорошо. Хорошо. Что здесь, тряпочный какой-то бизнес. Здравствуйте. А у вас сколько купальные труселя? Ну, просто есть нельзя. Ну, вот мне надо. Для меня можно? С бантиком вот такое, шучу. Обычные плавки, обычные нормальные плавки, обычные. КБМ? Да, именно на меня. 56 максимум. 56 это много или мало, я не знаю. Не знаю. Я очень вам плавка показывала сейчас самую большую. Давайте самые большие плавки. Вот так бывает. Все взял, трусы забыл. Посмотрите, а сейчас ты по-крутински посмотрите, и понухайте, ради бога. Давайте. О, базилик. Хороший. Спасибо. Здорово. Здорово. Как дойдетесь? О, на следующий год только. А что? Сейчас пока ехать будем, он замаринуется. Все, я. Хорошно? Все готово. Молодая, хорошая. Молодая, хорошая. Спасибо вам. Здоровья дам. Давайте один задок порубить. Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, решили плов делать. Надо, по-моему, все покупать. Все, что это? Морковку, лук. Для этого на башню. Так, это что, какой ты рис взял? Для плова. Сколько он стоит? 200 рублей килограмм. Ну, похоже. А специи? На сколько? Что там, зира? Все для плова специально. Ну, короче, что-нибудь сделаем. Вот, ребятки, раки. А почему цена разная? По размеру? Ну, кажется, здесь, они маленькие, есть даже нечего. Ну, ладно. Что вы берете? Морковку, лук, перец. Все правильно. Все это для плова. Да. Все. А я хочу к 1-2. 4-4. Чтобы вкусно было. Лука мало не бывает. Нет, лука килограмм, больше не надо. Ну, мы не только взяли. Нет, ну, если возьми еще на луку. Ну, Андрей-то взял. Ну, да. Обожремся. Ну, все, ребятки, на месте. Мы поедем сейчас разгружаться. Нам показали дорожку, чтобы, глядя, много вам, говорит, не таскать. Говорит, у нас уже гости в возрасте, поэтому поехали по объездной. Ну, все, вот мы остановились на вилле. Это, как называется, это виповский домик. Виповский. Здесь это кухонка. Кухонка. Вот они в облерочке висят. Ребятки, москвичи. 10 ящиков пиногриджи. Дальше, что это, гардероб, холодильник, еще комната. Ну, тоже, говорю, здесь, ну, культур-мультур, везде. Еще один туалет. Вот еще один туалет. Здесь бойлер, еще одна комната. Ну, и сейчас еще вам покажу наверху. Здесь наверху тоже есть. Ну, и здесь вот двухс палочка. Видео двойка. Ну, короче, все, все, как обычно, ничего не поменялось. Так, все, мы сейчас что, располагаемся? Располагаемся. И, и, и дальше я не знаю, что мы делать будем. А, бухать. Ну, правильно. У нас, вот видите здесь, ребятушки, люди, что курят. Я покажу, Андрюха. Смотрите, какая вкуснотищая. Сигарочки вообще гуд. Ну, потом, потом попробуем. Так, все, мы сейчас пойдем, что, по номерам все разбегутся. И будем, что, будем ждать всех. Да, дальше уже мероприятие будет. Друзья мои, ну, и что за московская рыбалка без опироля-то? Вот он, родненький, вот он. Вот он хороший, все стоит. Все по красоте. В обдирочке, как вам? Ого-го. Ого, ребятушки, я же не мог тоже без, без своей вкусняшки приехать. Поэтому сейчас ребят угощу. Андрей у нас разбирается в алкоголе, поэтому скажет, вкусно или нет. А где стопки-то были? Ну, наливай. Давай. Собственного производства. Нима, Нима, не мешай, не мешай. Не мешай. Ой, а кепку какую одел? Смотрите, кепку одел. Рыбацкую. Ну, да. Ты продегустируешь, Влад? Попробуй, попробуй. Ну, попробуй. Ты бухать что-то, например? Ага, типа, нет, ребята, типа нет. Нет, я бухать не приехал. Нет, нет, нет. Я не так вот, что вечером снимем. По колхозникам. А, мы все и колхозники. По колхозникам. Не, не, мы ему вечером снимем, когда он это, после ужина. Когда он не бухает. Ну. Так что, Дмитрий Александрович, отстань. Я, может быть, два дня об этом мечтал. Да, не говори. А это что, зеленуха какая-то? Пархозчик. Изъятый. То, что на выборы дали, все сюда привезли, короче. Давай. За приезд. Ты понюхай, как пахнет сначала. Снягу нагнал как-то. Хорошо. С перчиком. Давай, Серега, тост говори, хороший. Какой, с приездом, какой толстый. С приездом, и сейчас через 15 минут и с приплытием. Нет, на воду пойдем завтра. Короче, ребятки, сейчас маленько смотрим запчасти. А, нет, у тебя таких синих нет? О, хорош, поролоновый. Вот, смотри, у него ящик. Вот такие что? Да нет, у него там, знаешь, у него там все еще. А это кто тебе так резинки насадил? Ну, это неудачно получилось. Слушай, у нас зажигалкой запоять можно. Дима, ну, можно. Слушай, у нас зажигалки нет, как обычно. Нет, Дима тоже начинающий рыбак. Ребята, главный эксперт по рыбалке дядя Саша Давыдов, который пришел и засрал нам все настроение. Дядя Саша, рыбалка будет или нет? Конечно будет, куда же она денешься? Рыбалка будет лучшая на свете. Клев будет такой, что забудете. Что все забудете на свете. Так что маленько, а нас уже подбодрили. Рыбалка по-любому будет. Как пить будете, так и рыбачить. Особенно сезанной. Да ты что? Да, по сезанному сезанной будет. Макушницу можно закидывать? Можно, закушницу. Можно все закидывать и удочки в том, что сразу выкрутить, и будет все отлично. Нормально. Ну, все, все услышали. Слушайте, вот наконец-то порядочно. Вот это порядочно. Вот она, золотой колос. Сейчас покажу, как делают спортсмены, чтобы экономить вред. Так, вот через одну, все правильно. Да, ты понял, да? Да. Дальше, 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 дальше. Продень ее дальше. Блядь, вкруцанно. Слушай, давай ее зажигалкой заплавим? Нет. Ну, короче, вот так вот делайте. Это тоже не то. Я тебе говорю, чтобы делать быстро, спортсмены делают вот так вот. Он будет так работать? А куда он денется? Да ладно. Спортсмены делают многие вот так вот. Дай, Саш, подожди, на. Уж тогда спортсмены скорее делают. Я понял, через попу. Подожди, подожди, пусть сейчас. Нет, он сейчас покажет, как я говорил. Через вот тот разрез втыкать. Ну, давай обснимем. Уж тогда спортсмены делают. Слушай, давай ее полечим. А подожди, давай ее подлечим чуть-чуть. Нет, ну давай, воткнем сначала, потом подлечим. Там уже проход есть. Нет, а вот так уже сделали ее так. Там же ты закинешь. А что мы еще в холодильник? Вот так делать. Стоп, стоп, стоп. А они же... Не заплавляй. Стоп. Они вот так вот именно должны гнуть. А они вдоль тела еще говорят, чтобы вот так не торчали. Нет, тогда он не будет, люди, а цеплят. Вот так. Вдоль тела, вот этого, а все это, вот этот вот ключок. Вот так вдоль тела должен. На, подлечи ее. На, что лечить? Ну, че-че, зажигалкой подплавь, покажи, как подлечить. Я не умею лечить. Ну, зажигалка просто подплавь ее. Ну, че ты копался-то? Я на видео, Дима, че ты лезешь? На, он, Саньку лезешь. А я не умею? Ну, давай. Лечи. Зажигай. Слепи, лепи, лепи, слепляй. Должно по красоте быть. Слепилось? Ага. Неданодолго. Нет, ну как? Ну, вот она. Нет, все равно она растеклась. Проще, проще, проще клеем, на самом деле. Обычно у них клей, а не клеем чип-чип-чип. Специальный какой-то? Ну, обычный клей у них, который нюхать или нормально? Ну, вот она целая. Не, подожди, ну а че она же держит? Давай еще подплавим нормально. Она целая, не надо, а то уже там место склейки-то уже. А про поролочин, скажи. Это съедобная резина дорогая. А, поролон, поролон. Это вот, видишь, вот прижаты крючки, вот они прижаты. Это ловят в коряжнике, чтобы через него пройти. Так хорошо, рыба схватит, поролону до свидания? Когда как. Она может даже, и ты ее рыбу не мыслишь, и сейчас поролон не останется. Рыба вот так вот бьет, он сминается, а она вот со мной уже не сняет. Подожди, ну у нее же зубы, она его порвет. Бывает, да. Это издержки производства. Вот это тоже рвет, прям вот, когда поклевка, и тоже рвет, бывает прям вот всего-то вот, брахмач. Особенно щуп. Расскажи про поводки. Стоит ставить на троллинг поводки или нет? Если по щуке, вот он поводочек, если по щуке, то стоит. А если ловишь судака, то нет. В принципе, мы и щуку ловим без поводков, и нормально. Но почему не надо? Потому что поводок это лишнее звено, которое дает там сопротивление и прочее, прочее. А если он тоненький, вот такой аккуратный? Все равно дает лишнее сопротивление. Поводки не надо? Ну, на джик надо. Вообще, на поводке я струнул. Вот что нужно, струну. То есть поводок, это на троллинг? Это на троллинг, а на джик вот нужна струна, если ты особенно работаешь коряжник. Вот это снимать? Да, на троллинг снимать. Сюда просто вертужок, вот, вертужок с застежкой должен быть, ну, собранный. Тогда вот это лишь. Саня, покажи свои талмуды. Вот что у рыбака нормального, скажи, должно быть. Вот просто гляньте, хотя бы вот так вот, сколько резины, сколько всего. Ну, это, это, это даже, наверное, это. Это не все. Маленькая теорика должна быть того. Ой-ой-ой-ой. Ну, это что, собирается. Саня, ну, ты призер же, да, каких-то всяких идей? Нет, нет, да, но я это нет. Я карпом только занимаюсь. Ты карпятник? Да, я КМС. КМС по ловле карпа. А что надо для мастера спорта? Для мастера спорта надо выиграть одни из всесоюзных соревнований. Кубок России и чемпионат России. Ну, ты же все равно участвуешь? Участвовал, сейчас нет. Забил на них на всех. Ну, мы тебе присуждаем мастер спорта международного класса. Вот это у нас сама. Нет, Дим, не может быть. Вот этот вот был куплен после того, как, вот того мы сама взяли. А вот первый год или вот второго сама мы брали вот на эти. Сань, убийцу щуки покажи. Вот. Рапова. Есть чем? Размерчик достойный. Ну, и щука, кстати, берет от полтора килограмма. От киложки даже будет. Мамочка хапнет? Мамочка его... Папочка. Пожует. Пожует. Ну, по крайней мере, если ты хочешь хорошую ебать, то будет от киложника. Я буду стараться. Слушайте, ну, а здесь ничего не изменилось. Ну, понятно, что должно измениться. Все, как было с прошлого года. О, единственное, казан сперли. Но так все на месте. Сейчас пойдемте в столовку зайдем. Посмотрим, что там. Казан сперли. Где его пропили? Пропили. О, здесь темно, конечно. А можно свет как-то включить? Конечно. Здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Вы нас узнали. Мы опять будем в Ютубе? Опять. Друзья, ну, как обычно, трофеи. Трофеи, здравствуйте. Все красивенько, все аккуратненько. Смотрите, какая красота. Ну, здесь у нас второй этаж еще есть. Кто помнит, там... Там сейчас вам покажем тоже. У нас, кстати, ребята, новый экспонат. Вот такая красота. Здравствуйте. Как вас зовут? Я зовут Мария, администратор. Очень приятно. Здесь с 18-го года. Стоите? Нет. А, работаете? Ну, мы просто в прошлом году были, вас не видели. Да. Вы были в декретном отпуске, мы знаем. Нет. В смысле нет? Ни в коем случае я не замужем. Да? Нет. Хорошо. Ну, вот как-то так. Как-то так. Ну, и сейчас еще зайдем в магазинчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все это, ребятки, вообще по-новому все сделали. Вот, на ваш выбор. Любые воблера на ваш вкус и цвет. Красота какая, смотрите. Вот это уже достойно. Ой, ну, удилище это понятно. Понятно. Ну, и здесь резина различная. Всякие джиг-головки, катушки. Послушайте, ну, преобразилось, преобразилось. Красиво сделали. Красиво. У нас новый продюсер. Ну, сам вставай здесь. Так. Здесь что-то рассказывай красиво. И потом поворачиваешь на солнце. И темно... Ну, не, ну, давай, все, все, все. Так, подожди. Ну, а как, ну, Дима? Ты вот в лагерь, ты снимаешь. Что ты меня в кадр? Ты можешь пару слов людям сказать? Ребят, зачем вы подписались на это? Ну, так где-то иногда прикольно, конечно. Но ты почему смотришь в Лену Ежевича? Да я сам не понимаю, как меня угораздить. Хочется ему сказать огромнейшее-огромнейшее спасибо, что он нам делает раз в год такие замечательные праздники. Вот, по красоте. По большому это ни о чем, конечно. Смотри, какая красота. А ты только ругаешься. Ты можешь здесь руководителя не включать, пожалуйста? Мы на отдыхе. Завтра всю рыбу тебе отдадим. Ты дальше расслабон, ты потом такую устроишь. Неправда. Я даже не пью, ребята. Я просто ем ее. Ем. Если Ваня была ледяная, я бы ее грызла. А ты снял, сколько повезли? Конечно. Да. Все снято. Пойдемте, посмотрим природу, как заходит солнце. Александр, ну иди, ну что? Я думаю, там такой стыдобак будет. Ничего не будет. Это первый день. Все проявлены, не переживай. Пописчики. А помнишь, раньше была приемка, госсовет, госкино? Госкино. Поэтому тут есть комиссия. Ты потом все пленки сдай. Если что, мы засветим. Я сделаю доступ по ссылке, скажу, ребята, оцените. О, 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 баран чуть не сбежал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова